ДНК генеалогии Перекрестнопроверяемые данные экспериментальные Это определенные мутации в ДНК Они все в каталогах, они все под номерами и индексами Они все перекрестнопроверяемые И когда, например, люди приезжаются к нам в Академию ДНК генеалогии в Москве Сделать себе тест на ДНК Ну и, например, мы выдаем 27 цифр Это фрагменты ДНК в численном выражении Международная, одна и та же система Делала их, допустим, в Германии, во Франции, в США, там или у нас Это цифры одни и те же Это как число Пи, 3,14 округленные Неважно, где оно есть Он хоть и в Африке, это число Пи все равно Так вот, когда мы делаем ДНК-анализ Удаем сертификат А некоторые не очень доверчиво Они привыкли, что легко обмануть А как проверишь? Они посылают в США А почему в США? Потому что есть самая такая популярная компания У нее два отделения в Аризоне и в Техасе Им делают анализ ДНК И получаются абсолютно те же цифры Ни разу не было, чтобы там было что-то по-другому Потому что это объективные данные И это, как правило, автоматическое определение Дорогие, правда, реактивы Это ДНК с так называемыми флуоресцентными метками Недешевые удовольствия Но это даже буквально сидят не то, что мученные Сидят уже лаборанты, хорошо подготовленные Работают на тех машинах Все автоматизированные Поэтому первая часть вот этого триада, которую сейчас скажу Это наличие экспериментальных данных Перекрестно проверяемых Она никакому сомнению не подлежит И более того, я занимаюсь уже 12 лет ДНК-генеалогии Ни разу не было критики по этой части Ну потому что это по всему миру Одни и те же базы данных Мы просто их используем Либо мы делаем сами В нашей лаборатории ДНК-генеалогии Делаем те же анализ С этим разобрались И поэтому никто никогда не может критиковать эту часть Часть вторая Расчетный аппарат Потому что те самые цифры, которые говорят о базах данных Их можно собирать, классифицировать Разделять на разные группы На разные классы, категории Их математически обрабатывать Получать то, что мы хотим Это типа как в радиоактивных исследованиях Это время полупровращения Того или иного изотопа У одного изотопа время полупровращения минуты А бывает и секунды У другого годы, столетия, тысячелетия и так далее И поэтому откуда эти данные берутся? Нам говорят, откуда вы знаете, что у вас там одна мутация Там в 10 тысяч лет, что сидите и ждете? На что я отвечаю Ребята, откуда вы знаете, что время полупровращения плутония Там 5 тысяч лет Кто-то сидел и ждал? Да потому что все это рассчитывается Есть нормальный математический аппарат И по щелчкам щелчки Гейлера Упрощая картину Можно легко рассчитать А когда полупровращение этого изотопа будет? И получается, столетия или тысячелетия Также у нас есть такие же щелчки, грубо говоря, в мутациях В ДНК И их мы берем и смотрим Когда предки жили Тех или иных людей Общие предки Мы берем 50 человек Определяем, что они все имеют Относятся к одной категории людей Один и тот же клан, если угодно И мы можем рассчитать Вот их сейчас 50 человек Или 100 Или 5 тысяч, пожалуйста Я считал, скажем, там 8 тысяч человек Есть такие группы людей в мире У них одни и те же метки Корневые И тогда несложно рассчитать Эти 8 тысяч человек Когда жил их общий предок И получается, например, 4 тысячи 800 лет назад Жил предок Поэтому аппарат математический Он, например, такой же Как и в других науках естественных И это уже моя прямая специальность Я больше 40 лет работаю Как раз в области физической химии И рассчитываю те самые Скорости мутации в ДНК К этому вопросу Не может претензий никого в мире Я бы, честно говоря, не завидовал тому Кто попытался воспорить Эти скорости реакции Их константов коростей А я их насчитал Для 111 фрагментов ДНК Для каждой известной Скорости мутации Которая там происходит И никто их никогда не оспаривал А спорить практически не может Так что вторая часть Критики никакой быть не может Никогда и не было Логика Учебник для средней школы 1954 года Изучение логики Критически важно Для развития способности мыслить Однако Ее не преподают В современных школах Между тем В СССР сталинского периода Был разработан и внедрен В школьную программу Универсальный учебник по логике Его с интересом изучали Как ученики Так и их родители Как работают логические приемы Каковы основные законы Логического мышления Как безошибочно выстраивать суждения Логика Покупайте в интернет-магазине Conceptual.ru Итак, вторая часть Вторая компонент Любого научного исследования Это математический аппарат Расчетный аппарат Здесь никто Никто не может Никакие претензии предъявить И я бы сочувствовал тем людям Которые попытаются это спорить Вообще их Результат этой дискуссии Был бы для них незавидный И часть третья Это интерпретации Это нормальное дело Когда на основе исходных данных Экспериментальных И расчетного аппарата Проводится интерпретация И, конечно, вообще говоря В интерпретациях могут быть ошибки И так вся наука строится на этом Потому что наука всегда развитие Какие-то интерпретации сделали Потом они меняются Появляются новые факты Немножко меняются выводы Это бессмысленно критиковать Без, опять же, той же фразы Вот, знаете, у вас неверно Надо вот так И вот интерпретации Я бы мечтал Если бы кто-то сказал Вы знаете, у вас неверно Надо вот так Это означает, что Появилось новое знание Более глубокое Появились новые данные И мы находимся на нормальном пути Научного развития Но проблема в том Что за 12 лет Никто никогда Интерпретация ни одну Не подверг критике Никто не сказал Вы знаете, вот у вас это не так Надо вот так И так мы имеем все три части Где никто не может Показать пальцем И высказать критику Но возникает вопрос А та, чего критикуют? Откуда берется вот этот накат Который там У вас лженаука У вас псевдонаука И получается Есть реально Три категории Опять же, три категории людей Которые эту якобы критику Генерируют Педалируют И гонят Первое Это люди Которые Для которых Смерти подобны Признать Что они Десятилетиями Или годами Гнали мусор В научную печать В научную литературу Сейчас появилась ДНК генеалогии И оказалось Что это все Ну не все Очень много Было неправильно Что делает нормальный ученый Он так голову почесывает Так говорит Что-то у нас вот не так Не совпадает Надо как-то вернуться И разобраться Что у нас было не так Ну может там Альтернативы Какие не рассмотрели Мы сказали Что передвижение Было народов Таких-то Так сказать С запада на восток А то, что было С востока на запад Как-то мы не приняли Во внимание Надо рассмотреть Переделать Таких практически нет Вот дело в том Что трагедия Современной науки И науки Я так сказать Все-таки скажу Науки РАН Российская Академия Наук Которые занимаются Как раз Подобно роду исследования Таргедия в том Что таких людей Там нет Я не то что не видел Не могу себе представить Чтобы там был В РАН Человек Который бы сказал Вы знаете Вот я думаю Что я все-таки Я вот там Пять лет ошибался И надо Пересмотреть мои данные Нет такого То есть это означает Что там нормальных Ученых Просто нет Либо люди гонят материал И ни о чем не думают Ну и в общем понятно Можно продолжать Это одна категория людей Вторая категория людей Ученых Которые Так сказать Вот критикуют Это люди Которые Ну просто Не квалифицированы Они просто не понимают То есть скажем Популяционные генетики В Академии Наук Они не понимают Этих расчетных методов Которые мы используем Я то понимаю Я физико-химик Это расчетные методы Физико-химические Они понятно Что не понимают Я тоже много не понимаю Это в нейрофизиологии Ну например Но не понимаю И не хочу понимать Это не мой профиль А вот они не понимают Расчетных методов ДНК-генеалоги Вместо того Чтобы написать Кстати один раз написали Что мы этих методов Вот такой-то люди Появились 80 тысяч лет назад А другой говорит Ну какие 80 Земля была основана Сознана 7 тысяч лет назад Ну поэтому у вас ерунда Это бред И вообще ерунду Как вы пишете Глупый, тупой человек Ну понимаете Ну вот Одно дело Когда эти двое понимают Что сколеснулись Два разных Вообще направления Я когда в таких случаях Я говорю Тут там не научная шляпа А тут я надеваю Религиозную шляпу И когда у меня вопросы Там по Библию По Евангелиям Который кстати Знаю хорошо И статьи писал И по Библии По Евангелиям И я Веду прямую передачу Мне говорят Опять Да Какие-то 8 тысяч лет Солнце потухло бы За эти 8 тысяч лет Земля всего 8 тысяч лет образован Вы что тут говорите Я говорю Хорошо Минуточку Снимаю научную шляпу Одеваю религиозную Да Согласно там Библии Согласно каким-то святым текстам Образовалась земля И создана там 7 тысяч лет назад Тут вы правы Но правы В рамках своей Так сказать Вот этой Как бы парадигмы Библейской А теперь я говорю Одеваю научную шляпу И говорю Что 80 тысяч лет назад Есть такие методы датировок Можете их не разделять Но люди произошли От общих предков С приматами Как так Это же вообще Это ересь какая-то Я говорю Опять Одеваю шляпу Библейскую Поэтому Бывают люди Которые распаривают И критикуют И они вот как раз Критикуются С точки зрения Библейской Что это вот Нет Это неправильно Ну Я могу максимум Попытаться объяснить А чаще Это не работает Даже объяснение Это вот такая критика И наконец Еще последняя критика Но самая наверное Интенсивная Самая реальная Это идеологическая Люди Некоторые Не могут вынести Что предки славян Жили там Причем предки прямые Там 5000 лет назад Значит Есть наши Такой Есть такой Небольшой Но очень активный Народ И они говорят Ну не может быть Чтобы славян Жили раньше евреев Ну не может быть Такого Я объясняю Что вот вам данные Вот расчетные данные Вот мы берем У евреев Группу их Так сказать Циферок ДНК И по ним Можно рассчитать Когда жил общий предок Арабов и евреев И получается 4000 лет назад И понятно Кто это был Если взять Так сказать За язык Библии Это был Авраам Который жил 4000 лет назад Что он жил 4000 лет назад Это вот Вытекает Прямо из этих данных А что он был Авраам Это у ДНК Не написано Это мог быть И Вася Пупкин Нам не важно Что-то А тем не менее Вот картина такая Как А у славян 5000 лет Не может такого быть И пошел накат Что это лженаука Причем данные люди Даже не интересуют А как это было показано Просто этого не может быть Или там нормандская теория Что скандинавы Это наше все Они пришли на русскую равнину Они принесли с собой Военное дело Науки Ремесла Дипломатию Все Ну а славяне там Как они понимают Там на деревьях сидели Они в лесах прятались И ждали пока для них Скандинавы все это дело Принесут и сделают Начнем разбираться Они говорят Жило на русской равнине Там 50 тысяч скандинавов Тысяч лет назад Хорошо Я говорю Допустим Но тогда у них должно остаться Много потомков От этих 50 тысяч скандинавов Эта цифра кстати не самая большая Есть оценки 100 тысяч А есть оценки полмиллиона Жил скандинавов на русской равнине Начнем смотреть Берем по всей России Данные по ДНК А у скандинавов есть четкие метки Которые отличают их От всех основных народов У народов как правило Есть свои четкие метки Конечно они диффузны Потому что Скандинав могли переехать Люди из Черного моря Или какого-то другого Но это То есть всегда есть Жен привезли Дети родились Меняется Но это Есть легкие пересечения Но они основные Принципиально Если это африканские метки А не африканские метки Если это американские индейцы Это американские индейцы Так вот Короче говоря Берем этих всех русских И смотрим А есть ли там скандинавы Да нет там скандинавов Нет метки такой На русской равнине Ну хорошо Не русских Берем украинцев Ни одной Белорусов Ни одной Литовцев Ни одной Но вопрос А кто же Кто в лавке остался Значит где это вот они Может что-нибудь не так Смотрим А где вообще Эти скандинавские метки И они сразу Ясно вылезают Ну само собой Гроздья В скандинаве И они На британских островах То есть там просто Гроздьями висят Эти скандинавские метки Потому что скандинавы Становые Стоят ясно Ходили в основном на запад Это викинги В первую очередь Это люди Которые переселились Из скандинави Там в северную Францию И потом Пошли Так сказать Войной на британские острова И они туда У них масса потомков Мы смотрим А на восток Они не ходили Вот по крайней мере Таким нормальным Таким Дефузным путем Потому что были отдельные набеги Был Карл XII Но пришла армия Ее разбили Детей у нее Они завести Не успели Просто-напросто Нет их Далее Был Наполеон Бонапарт У него была масса Разных народов Одних поляков Был у Наполеона 60 тысяч Значит Ну явно Там были средних скандинавы И вполне могли попасть В плен Дезертировать По лесам там ходили Просили там они Милостыни И мог кто-то Ну их кто-нибудь еще Во время войны Допустим Великой Отечественной Скандинавы могли попасть Но это Старистически Абсолютно К нулю Это даже ниже Детекции И таким образом Вот такой Никаких скандинавов На русской равнине не было И тут начинаем смотреть А какие же аргументы О том что они были Ну и начинается Вот там нашли скандинавский меч Откуда вы взяли что он скандинавский Во-первых он франкский А во-вторых Мало кто мог принести Я говорю Когда я из послевоенного поколения Великой Отечественной войны Когда я был ребенком Весь СССР был заполнен Игрушками елочными Немецкими Которые привезли Солдаты и офицеры с фронта Для своих там жен Девушек и так далее И вот они еще лет Наверное 15-20 Продолжались Пока там они не бились Постепенно Они украшали елки По всему Советскому Союзу И если Стать на точку зрения Вот этих Норманофилов То это же было Немцы Танцевали вокруг елочек Со своими игрушками Значит вот Радуясь Видимо Наступлению Нового года Это конечно Это профанация Поэтому все эти А потом наконец Вот тут находят многое Скандинавские украшения На русской ровне И вот недавно Кстати выяснилось Об этом рассказывали На лекциях На ютубе Оказывается Нашли мастерскую Которая Выпускала Производила Скандинавские украшения Здесь Прямо вот На территории То ли Укловоронежа В общем где-то На территории Русской ровни Они делают Скандинавские изделия Ну поэтому Ну а как А выиграли Скандинавские изделия Понимаете Нужно всегда Рассматривать конкретные И поэтому Итог такой Не было скандинавов Многих во всяком случае На русской ровне Так вот Лет пять назад Это было Попубликованное И ни один Этот норманист Ни разу Это не упомянул Это тоже Вот эти люди К науке отношения не имеют Вот они Идеологически заряжены Но когда Какие-то Есть данные Опровергающие Все Они Исчезают Ложат под Плинтус Ничего не видел Ничего не слышал Авось Рассосетцы И это вот Те самые норманисты Которые До сих пор Ведут линию Что Рюрик был Скандинав Что не так Совершенно О том Что Скандинавы Были по всей Русской ровнении Что Скандинавы Организовали Русскую государственность И они Это все Так сказать Байки Никаких данных Конкретно Они не дают Нет никаких данных Что Рюрик был Шведских корней Более того Есть такая Диаграмма международная Не нами составленная И там Такая пирамида Вот этих ДНК Мутаций Меток И А там Там тысячи Этих меток В огромной диаграмме И там есть Такая веточка Отдельная Это Князья Русского Дворянского Собрания Их там Одиннадцать человек Которые мы ДНК сделали Детально И с большой Точностью Так вот Там эта веточка Сидит И там Каждый За их Одиннадцать Пометка Рус 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 И рядом Ни одного Шведа Ни одного Скандинава Ни одного Финна Нет таких У шведов Или финнов Меток И они Эти самые Постоянно Позглашают И это В учебниках Это В школьных Учебниках Это Памятники Возводят Руликов Что он Швед Был И так Написаны И это На самом деле Безобразие Профанация На самом деле Это люди Которые Назовите их Пятой колонной Я нисколько Меня это Не пугает Это название Потому что Люди Ведущие Целенаправную Подрывную Деятельность Против Российской Истории Нам говорят Ну вы знаете А что Вообще Тут возникаете Ну и что Плохого От скандинавов Вон Эти самые Ирландцы Шотландцы Там Англичане Они От скандинавов И никто Не восстает Даже Гордятся Этим Празднуют Я говорю Товарищи Дорогие Мы бы тоже Гордились И праздновать Если бы у этого Было научное Основание Но его нет Поэтому Чего мы будем Радоваться И гордиться Пока же Этого нет Поэтому Вот для меня Скажем Есть Несколько Признаков Вот если угодно Пятой колонны Русофобов Первое Россия Это родина слона Такое Ироническое Высказывание Что бы ни появилось Что в России Сделано Ну это Ну конечно Это Россия Родина слона То есть мы знаем Что в России Ничего не могло Быть произведено Поэтому вот оно А вы тут Семья выставляет Это первый Русофобский принцип Россия Родина слона Высказывание Второе Нормандская теория Нормальный человек Который Русский Или вот Близких Таких Происхождений Он Не может Вынести Правильно Делают Когда ему навязывают Теорию Которую Пронижает Историю Русского народа Поэтому Норманисты Это Понимаете Объективно Это враги Я более Слов Так сказать Приличных Подобрать Не могу И таких Вещей Много Это же касается Финнов На русской равнине Учебники Полны Того Что финны Раньше Жили Многие Тысячи лет Назад По всей Русской равнине Древние Финские Охотники Рыболовы Как только Находят Деревеньку Под Москвой Это Финская Деревня Откуда Вы взяли Финская Деревня Объяснение Не так Принято Начинаем Смотреть ДНК Те Которые И все И дальше Никаких Финских Нет Это Уральцы Пришли Предки С Урала Спустились По трогам Западным Гор И пошли В сторону Балтики Те Кто шли Севернее Стали Финнами Те Кто пошли Южнее Стали Литовцами Латашами Эстонцами И никаких Финн Только потом Финн Это вообще Наша эра Уже Это где-то 2-3-4-5 века Нашей эры Никаких Не было Финнов А так Принято Считать Это финны На самом деле Это не так Безобидно Потому что Реально Что это означает Что финны Жили тут Многие Тысячелетия Это их земли Русская равнина Это их земли Это вот Москва Это там Неважно Новгород Это Псков Это Краснодар Это Рязань Курск И так далее Это их земли Они тут жили Традиционно Пришли славяне И В общем Так сказать Нехорошо Поступили Финнов Там Колонизовали Ассимилировали Захватили Земли И в общем-то Пора бы уже подвинуться Это вообще Финские земли Поэтому Это тут как-то Не на месте Своем Пора бы убираться Это и есть Финский политический миф То же самое Как Сканинава якобы Это шведский Политический миф Если шведский Политический миф Пошел в разгон Этого времена Ломоносова Восемнадцатый век То Финский политический миф Более недавний И то что опять же Финны При всем Ожении с финном Ребята Живите там и живите Более того Они-то не возникают Сами финны Но это же Русские Которые Сало русское едят Кстати Большинство думает Что сало не едят Но все равно Что-то русское Это едят И вот они возникают И значит Вот начинают Подыгрывать О том Что вот тут Русские славяне Тут ни при чем Они всегда вторичны А вот То что за океаном Они всегда первичны Вот так сказать Вот эта ДНК-генеалогия Помогает Эти вещи развинчивать И на мой взгляд Она очень важна Меня спрашивают Уже Ну как вот Повлияла реальная ДНК-генеалогия На вот такую Как бы Геополитику Я говорю Вы понимаете На мой взгляд Еще раны Потому что Люди Которые занимаются Профессиональной геополитикой Не знают ДНК-генеалогии Мы Причем Уже там 14 книг И сколько там Опубликованы Но до них Пока доходят Медленные Но доходят Так что Я надеюсь На какие очередных Там Ток-шоу Там Время покажет Там Соловьевы И так далее Начнут цитировать ДНК-генеалогии Приводя эти данные Вот если Доживем до этого Уже значит Пошло Пошел Процесс пошел Пока Это не очень заметно Хотя Если еще Несколько лет назад Была полная Информационная блокада То она Прорвана полностью Потому что Скажем Одних моих роликов Под ДНК-генеалогии Уже где-то К 8 миллионам Просмотров И это Это много Но представляете 8 миллионов Это на самом деле Огромная Почти Москва Вся То есть Это огромный просмотр Значит Люди Интересуются И смотрят Дальше Я приезжаю сюда Вот я тут Был около двух недель И каждый день У меня получается По 3 как минимум Выступления В самых разных местах Причем Востребован Получается Эта информация Это и День ТВ Это и Концептуал И многие другие Кстати Школа военных переводчиков Есть такая Которая Это все Интересуется Это люди В больших погонах Между прочим Я обойдусь пока Без фамилии Которые этим Крайне заинтересованы И считают Что это Материал Для серьезной Геополитики Так что Интерес Поднимается И будем надеяться Что он будет Больше и больше Узнай больше На концептуал РФ